всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас видео сумка в роддом вот такая сумка у меня набралось но здесь еще не все сейчас буду вам все по порядку рассказывать и показывать в роддом так как роды вторые я уже в принципе знаю что нужно что пригодится да и действительно что необходимо хотя в первый раз я практически ничего не брала потому что в первый раз все было спонтанно и было кесарево сейчас тоже будет кесарево поэтому здесь как бы будут такие особенности которые но должно учитываться именно при кесарево сумка у меня вот это прозрачная и специальный купола она у меня чего-то осталось сейчас я ее разложу и буду вам показывать чтобы было удобно до большая от подушки для беременных мне кажется она у меня осталась во-первых конечно первым делом документ вообще первым делом сядьте составьте себе список у меня в блокноте вот такой список то что мне нужно в роддом отдельный то что мне нужно ребенку я все вот это все составляла на этот раз как-то вот ответственно до второй раз уже подходишь по списку составляешь смотришь тоже смотрела и блогеров естественно чтобы освежить это в памяти все вспомнить что действительно нужно что нафиг не пригодится поэтому поехали прям по списку наверно буду вам рассказывать или так доставать показывать на 1 обязательно что нам нужно нам нужны документы отдельно их папочку я наверно положу у меня еще есть неделя но все уже собрано пусть лучше все будет собрано все готово заранее купить заранее посмотреть подготовиться здесь у нас паспорт со снилсом с полисом здесь у нас родовой сертификат обязательно лежит до без него никуда и обменная карта наш с вами женской консультации вот все это мы с вами берем вот этот именно конкретно перечень документов берем кладем а то документы забыли все уже будут довозить суетиться голос аж пропадает так дальше то в чем вы будете ходить так как госпитализация плановая у меня лично да естественно я выбираю то в чем я буду ходить в роддоме если она экстренная но естественно тоже потом первый раз я ходила в ночнушках из роддома некрасивых таких сейчас мне не хочется даже если бы у меня не плановая была госпитализация я беру вот такую ночнушку обычную сейчас все перестирал это у меня последний этап беру на бретельках девчонки почему чтобы ходить в ней а после кесарева до чтобы было удобно кормить то здесь такой достаточно глубокий свободный вырез вот такая ночнушка еще не досохла так и беру халатик халатик чтобы приличненько ходить не с открытой грудью вот такой вот синенький я в обзорах вам показывала на зоне заказывала с рукавчиком такой красивый все синенькое все красивое и беру кроксы вот такие вот кроксы сейчас они тоже мне отправиться в стирку не мне в какой-то краски я посчитал что мне в них будет удобней и по цвету они подходят пересмотрела все свои шлепки да то есть обувь у нас должна быть резиновой это резиновые шлепки либо тоже вот крокса что-то такое так дальше поехали что мы с вами берем еще из одежды я взяла еще носки вот в отдельный пакетик положила носочки и обычные трусики обычные такие свободные носочки коротенькие такие укороченные да ну мало ли хотя сейчас теплое время года если вы рожаете зимой доберете что-то себе потеплее у меня получается конец мая начало июня и извещи еще взяла себе девчонки кто-то берет бандаж у меня был в первый раз бандаж мы не привозили его в роддом довозили уже потом потому что кесарево было экстренное я его не нашла не нашла и покупать не стала потому что мне осталось несколько комплектов после операционных трусов и я беру после операционной трусы смотрите как это дело выглядит у меня не разных видов все я решила взять вот эти которые на застежках вот они и здесь а посередине тоже застежка то есть их удобно снимать их удобно надевать и вот здесь по периметру есть такие вставки другие там что-то вставлено какие-то пластины они очень хорошо утягивают и после кесарева я помню если утянуться то можно быть и быстро расходиться то вставать во первых с кровати легче и переворачиваться легче потому что живот тянет нереально без какой-то утяжки будет гораздо тяжелее поэтому либо после операционной трусы в аптеке по размеру себе подберете либо бандаж трусы по мне удобнее неудобно единственное что естественно под эти трусы я буду надевать одноразовые до или обычные с прокладкой чтобы вот эти вот ну как-то не замарать не запачкать с бандажом в этом плане будет проще да то есть его не запачкаешь хотя всякие ситуации в жизни бывают но эти утягивают лучше они прям вот высоко и они очень хорошо утягивают живот не так больно уже передвигаться будет после кесаревсечения так поехали дальше одежда для малыша у меня в отдельном пакетике первый раз я не брала ничего тоже рожала в теплое время года дочь в августе и она у меня была в одном памперсе пеленала и и все там пеленками роддомовскими тоже но сейчас конечно хочется взять хотя тоже быть флона у нас есть такая погода очень странная в этом году перестирала перегладила все и покажу вам сейчас что с собой беру вообще самое удобное изобретение на свете это слипы с ручками с ножками да вот такой и ручки закрытые и ножки пригодится не пригодится если будет жарко конечно я ее в такие слипы одевать не буду не буду кутать с рождения зачем это надо нам нужно будет в роддом шапочка без завязки я куда-то потерял может быть еще за эти дни найду почему-то на сайте роддом у нас пишут шапочка без завязки я пока беру вот такую малышку завязкой но я в роддоме в первый раз вообще не одевала ребенку шапочку жарко зачем смысл какой так еще один слипик это у меня кстати от ксюши остался он такой маленький маленький прям тоже с ручками вот такой симпатичный дальше бодики взяла потому что но если в слипах будет жарко то вот такие вот просто бодики и прекрасненько комплект на выписку я оставлю дома вместе с автомобильной люлькой я это тоже все уже подготовила сложила своим в определенное место чтобы они знали где это взять приехать не мотаться и так далее берут пару распашонок хотя вот эта вещь не очень удобная я не люблю распашонки отдельно штанишки на самом деле слепы бодики все хоре но так как они у меня есть остались от ксюши вот эти вот маленькие я беру мало ли может быть будет просто в памперсе и вот такой вот распашон очки если будет жарко вот такой еще бодик маленький с коротким рукавчиком и беру вот этот комплектик но вдруг будет прохладно он не остался от ксюши но мы его ни разу не одевали вот такая милая кофточка на рождение такая вот прелестная достаточно тепленькая такая на ощупь и к ней смотрите вот такой вот кокон на ножке но он даже будет до ручек да вот до сюда вот такой вот кокон интересный можно в нем будет спать и носочки две пары беру вот эти малышки совсем крошечные тоже от ксюши тоже носки которые купил самые маленькие они больше вот этих гораздо и вот эти чуть побольше вот такие две пары носочков так поехали дальше кто-то скажет много набираешь кто-то скажет мало вы знаете здесь мне кажется индивидуально мнение разнятся и даже сотрудники роддомов говорят что надо чтобы женщине было комфортно потому что и так нас накрывает гормон после родовой депрессии может быть и дородовые страхи всякие должно быть комфортно да это время препровождения поэтому берем все с чем нам будет комфортно обязательно берем телефон зарядку но это все в последний момент соответственно не забываем и наушники наушники чтобы вы могли смотреть фильмы видео слушать аудио книги разговаривать по видеосвязи допустим по ватсапу я буду со своими до чтобы их никто не слышал у меня будут наушники меня-то там пусть кто-то слышит вот должно быть комфортно мне в первый раз было некомфортно я ничего практически не брала сейчас хочу чтобы не было комфортно так поехали дальше беру салфетки конечно же куберлик детские две пачки положил мне кажется много но пусть будут мне может быть пригодятся да две пачки салфеток детских гипоаллергенных с нуля так беру трусики трусики памперсы фирмы сэнни а почему памперсы потому что они в три раза дешевле трусиков но даже не в этом была загвоздка что-то в последний момент начала их искать и моего размера именно трусов после операционных не было да а не хочется тоже с прокладками с вот этими со всеми пасти ружками возиться поэтому конечно одноразовые трусы или памперсы у меня в данном случае я как бы и не стесняюсь а дело сняла выкинула ничего в этом такого нет после операционной подгузники для взрослых цене на озоне по моему нашла самый дешевый за 400 рублей 10 штук здесь размер у меня large стройка на объем сто сто пятьдесят талии ну потому что живот конечно же после кесарева еще будет большой да и вот может быть на вот эти вот памперс я буду надевать послеродовые трусы еще смутно представляю как все это будет происходить в первый раз у меня были обычные трусики с прокладками но это неудобно хотя прокладки я тоже взяла поэтому упаковка вот таких вот памперсов у меня с собой так это у меня послеродовые прокладки гигиенические огромные лыжи я уже вскрыла посмотрела но вдруг тоже пригодятся да как там все будет происходить 10 штук здесь в упаковке именно послеродовый и просто начну не взяла вот такие вот натурал а они достаточно комфортные тоненькие дальше косметичка моя сейчас мы с вами посмотрим что я буду с собой брать дальше две упаковочки пеленок детских 60 на 40 этого размера вполне 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 достаточно для новорожденного малыша 60 на 40 две пачки в каждой пачке по пять штук девчонки я брала рублей 40 в дочках сыночках на распродаже я давно уже брала и потихоньку мониторю еще промокоды и все вот так вот затаривала потихоньку собирала галочками в списке отмечая что собрала и вам так советую простить то есть не в последний момент вы побежали все покупать по бешеным ценам да надо ко всему подходить рационально то есть когда была распродажа когда был промокод на эту продукцию я ее покупала потом ждала следующие и так далее мониторил дочки сыночки озон вал берез где что подешевле на скидки вот на озоне часто бывают на хагис и лицов я взяла и решила остановить пока выбор на этих подгузник с первой дочери у меня первыми были памперсы потом мэри из по моему сейчас хочу на этих было тоже скидка так это у меня нулевочка маленькая пачка естественно берем маленькие пачки потому что точно какого веса родится ваш ребенок вы не знаете у меня дочь родилась 3 300 и нулевка была велика если честно ну ладно бог с ним нулевочку обязательно маленькую пачку хагис и лицов у меня так и у меня единичка половина пачки потому что взяла большой была хорошая скидка половина из пачки оставила дома половина беру с собой это единичка уже 35 килограмм потому что какие больше подойдут потом посмотрим пока останавливаю выбора на хагисах а дальше посмотрю всякое бывает да будут протекать не будут так как если его а вообще сейчас даже если и не кесарева то всем роженицам предлагают либо бинты либо компрессионные чулки чулки но конечно чулки удобнее у меня есть компрессионные колготки на колготки родом неудобней после первой беременности я взяла вот такие на аптеку рум тоже очень бюджетный вариант я их уже померила прекрасно сидят все замечательно у меня размер где размер здесь девчонки шестой размер можно было брать кстати 5 я посмотрела но и так неплохо утягивают нормально с учетом того что там уж будут отеки не будут пока у меня отеков как бы нету они до бедра и они без носка то есть будет не жарко видите они какие они такого бежевого цвета то что белые чулки как мне сказал моя подружка которая работает в роддоме с которой как бы туда и поеду в белый говорит этот как-то смотрится при она вообще нельзя по больничному некрасиво и так далее я их померил очень удобный держится нормально все прекрасно хочу это за фирма девчонки центр компресс компрессия у меня 14-24 я какую-то среднюю выбирал я посмотрела какой рекомендую при кесарево и вот исходя из этих рекомендаций выбрала покажу вам вот они как выглядит не буду уже доставать распаковывать наверное одену их до сразу как приеду планово в роддом и в них как бы буду ходить и уже на кесарево в них пойду так чулочки это обязательно момент в бинтах неудобно у меня в первой беременности родственники привезли бинты и они скатывались через каждые пять минут эластичные вот эти это вообще неудобно вы замучаетесь с ними беру две пустышки взяла разные купила какую возьмет не знаю видите одна такая одна такая бывает дети вообще не берут пустышки здесь как бы не угадаешь родственники так как планируется девочка до с нуля плюс у нас должны быть пустышки и смотрите сами какому бренду вы доверяйте и так далее мне как бы не принципиально возьмет ребенок возьмет и хорошо и где-то у меня чехол а чехол один пока прикупила вот такой футляр для пустышки в дочках сыночках вот так он выглядит ничего не распаковывал уже тогда распакой там по факту бутылочку только распаковывал взяла бутылочку не знаю пока еще буду брать молокоотсос или не буду может быть и возьму потому что в первую беременность у меня говорили мне что плоские соски сейчас конечно они уже не такие плоские и только молокоотсосом я спасалась ребенок у меня грудь не с красным только ел а так я сцеживала кормил из бутылочки бутылочка вот такая забыла бренд девчонки в общем она вот такая пригодится и продапаивание водой не водой это тоже мне не разнятся я вам ничего по этому поводу говорить не буду я всегда придерживаюсь своего мнения считаю нужным я всегда добавил ребенка водой и я этому рада и счастлива на гв у нас правда потом она стала смешана практически сразу я даже не столько водой добавила не водой нет я план токсом разводила план токс жидко не по инструкции а жидко жидко и она у меня пила и в этом ничего плохого вообще не вижу и никаких последствий от этого нет каких-то негативных и так далее поэтому это чисто ваше индивидуальное решение врачей много-много советчиков новой мамы вы должны чувствовать как лучше вам накладки на соски может все-таки удастся кормить грудью посмотрим это медела была акция где-то я забыла тоже я купила на зон нет тут наклейку меня на вайлберрис на вайлберрис была хорошая акция я их взяла они с чехольчиком такие накладки в первой беременности у меня тоже они были накладки и они пригодились какое-то время пригодились дальше средства для подмывания малыша фаберликовская и вот такой вот кремчик это по-моему у меня белоруссия лифт делана happy baby под подгузник особенно набирать много ничего не буду все оставляю дома масло для протирания и так далее так все вроде вроде все осталось косметичка отдельно сложила косметику которая мне пригодится на время лежания на выписку естественно здесь у меня зубная щетка паста зубы чистить надо надо вот они все новые запечатанные щетку распечатываем зубная щетка паста для умывания за кожу ухаживать надо надо никто не отменял это у меня сами бьюти крем беру и пенку потому что она удобная сразу щеточка очищает хорошо это удобно беру чтобы много не набирать тоники не тоники кстати по моему положили шампунь бальзам волосы надо мыть надо надо от миксит их осталось тут немного как раз в роддоме добью пачка гигиенических салфеток от фаберлик дезодорирующих косметички пригодится дальше девчонки у меня крем для сосков по отзывам в первую беременность ничего не брала или бипонтеном мазала пурилан маленький взяла так как расход пишут у него очень маленький этого вполне достаточно неизвестно как еще сложится грудное вскармливание пурилан малышка вот такая брала тоже по хорошей цене где на зоне вот озон наклеечка пурилан так дальше ватные диски у меня здесь лежат но это на случай там вот протирание лица тоник nfw взяла потому что на свежающие теплое время года может быть будет жарко поэтому взяла вот такой расческа расчесываться надо надо еще резинки надо сюда положить резинки для волос не клала пока палетка теней на выписку а кушон baby face тушь стрелку нарисовать карандаш гигиеничка говорят в роддоме очень сохнут губы я такого не помню но взяла и две кисти для нанесения макияжа все вот моя косметичка я фен брать не буду потому что мне кажется это не совсем хорошо пользоваться феном в роддоме шуметь и так далее а я буду брать скорее всего у меня есть очень маленькая такая плойка выпрямитель с разными насадками с гофре и просто выпрямитель я скорее всего ее возьму она такая вот у меня маленькая дорожная версия чтобы сделать красивую прическу на выписку да то есть с помощью насадок гофре я себе могу создать объемы с помощью волоса высохнут естественным путем естественно будут хрен знам какие и чтобы выровнять волосики обычную насадку да выпрямитель используют и все будет красота так но мне кажется я все основное вам показала документы расческа все вот это все вот это пригодится в принципе ничего лишнего до обязательно зарядку телефон наушники еще это все в последний момент а так еще обязательно сходим купим водичку в маленьких бутылочках сосочкой и полторашку я думаю я возьму обычную питьевую водичку и что-нибудь может быть и сладенького шоколад орешки какие-нибудь знаете перекусить сухарики какие-нибудь можно взять ну что-то такое печенюшки да можно взять вот это вот что-нибудь тоже положу покушать перекусить потому что мало ли может быть голодно опять же плановая госпитализация может захочется что-то там полежать погрызть вечерами вот а так вроде все одежду на выписку я тоже не беру единственный пункт да потому что какая будет погода опять же неизвестно я приготовлю что-то потеплее и что-то попрохладнее платится одно я уже у меня висит она и муж его тоже привезет вместе с комплектом на выписку для дочери он привезет одежду мне вот вот так тоже собой брать не буду то что помнется если брать платье и так далее но и на этом все мои хорошие если видео было вам полезно обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал может дополните мой список чем-то необходимым по собственному опыту буду очень рада а так всех люблю целую всем пока пока